Александр Петрович Ельчинов Ельчинов Ельчинов, извините Исследователь Тема доклада Сухое каскадное голодание В общем, напоследок надо поголожать Да, времени мало, поэтому сейчас Голопом по Европам Значит, вот основная книга По которой, значит, идет голодание Сейчас я про это расскажу А где вот? А, ну флешку найди Все, пошел А какой только Саша, а какая флешка-то тут А, вот эта, по-моему, да? Так, вот каскадное голодание Так Итак, значит, тема Асккадное сухое голодание Значит, это не просто теория Я сам лично на себе, значит, это использую уже 7 лет 7 лет я Не употребляю ни лекарств, ни мази Никаких Как я к этому пришел? У меня как бы вот Ни с того, ни с сего, ни с кем не ссорился Значит, не нервничал Возник псориаз Я несколько лет, значит, пытался его лечить Всякими способами медикаментозными Ремиссия была Потом опять все началось И, прочитав вот эту книгу Сейчас я вам ее покажу Значит, я решил попробовать вот этот способ Который здесь изложен Итак, поехали Значит, это вот на экране Посмотрите, Саша, Саша, на экране есть Значит, это книга Лаврова и Валентина Павловна Ключи к тайным жизни Значит, что в этой книге? Значит, здесь рассказывается О методах оздоровления и омоложения И омоложения организма В том числе о способе лечения Онкологических и инфекционных забываний Лечится даже эти методики Рак и СПИД лечится Ну и так далее, и так далее, значит Значит, там еще есть Кодекс чести приведены Программу партии Союз То есть Северная звезда И во второй книге В конце книги Вот эта книга Приведены методики голодания Вот это сайт Сайт этой книги Значит, в продаже этой книги Сейчас, скорее всего, не найдете Но в сайт любой может зайти И эти книги скачать В том числе Это Лаврова Валентина Павловна Она лекции читала Лекции читала Можно читать Скачать лекции Более того В этих книгах идет расшифровка В некоторых, значит Катренов-Настрадамуса Песен Высоцкого И русских народных сказок Так, вот эта книга Вторая Вот я ее вам еще раз показывал Вот она на экране Значит, в конце второй книги Этот метод описан Основные правила метода Катренов-Настрадамусского голодания Прежде чем начать голодать Необходимо не менее двух недель Питаться чисто растительной пищей Как того советует Великий пост Не употребляя никакой белковой пищи Животного происхождения Рыбы и молоко тоже исключить И это связано с поджелудочной железой Дело в том, что наша поджелудочная железа Обрабатывает инсулин И этот инсулин, он способен Переработке именно растительной пищи Но поджелудочная железа Это инерционный орган И он сразу из работы не выключается И сразу не включается Как только вы начинаете употреблять пищу По этой причине Чтобы Когда вы начинаете голодать Но чтобы еще инсулин Какое-то время вырабатывался Надо вот две недели Две недели чисто растительную пищу принимать И когда вы перестанете пищу принимать Войдете в голодание То инсулин еще будет по инерции вырабатываться Дальше Значит, нельзя начинать с третьей, четвертой или пятой ступени То есть не рекомендуется начинать голодать с трех дней и более Начало нужно освоить одну или вторую ступень То есть Это как происходит голодание То есть вы день голодаете, день едите День голодаете, день едите Или, допустим, два дня голодаете, два дня едите Вот с третьей ступени нельзя начинать То есть три дня голодаете, а три дня едите Это связано с тем, что Когда вы начинаете голодать Очищается организм Организм, значит, да И много шлаков выделяется Ну и можно получить и самоотравление И вообще другие нежелательные явления Поэтому не рекомендуется Если вы никогда не голодали Голодать вот насухо Более чем два дня Вот с трех дней не рекомендуется Почему? Потому что это голодание не просто голодание А это голодание без воды и без пищи И скажу сразу, что я в свое время голодал и на воде, и без воды И вот из личного опыта вам говорю Без воды голодать гораздо легче Как на то ни странно не покажется С водой голодать тяжелее Так Значит Непосредственно перед голодными днями Надо как следует напиться Ну то есть, если вот вы Завтра собираетесь начать с утра, допустим, голодать То желательно перед тем, как вот голодать Там, ну, литр, полтора, там сколько Ну, в общем, напиться Чтобы вас в первый момент не мучила жажда Так Все ступени каскадного сухого голодания Должны начинаться в новолунии Значит Если вы обратитесь к постам Ну, по крайней мере, все Да, вот сейчас По крайней мере Вот завтра новолуния будет Все посты Все посты, обратите внимание Начинаются в новолунии Сегодня много говорили про энергетику Это как раз вот связано с теми энергиями Которые приходят на Землю И которые взаимодействуют с организмом человека И все посты начинаются в новолунии Поэтому, прежде чем голодать Начать Посчитайте Отнимите как минимум 14 дней То есть в полнолуние Да? И начинайте вот садиться на чисто растительную пищу Вот, далее Так, дальше Значит Особое внимание надо обратить на выход из голодания Это очень важный момент Очень важный момент Дело в том Что когда только вы начинаете Прежде чем начинать употреблять пищу После сухого голодания Значит Нужно выпить один литр воды Причем один литр воды Это не надо залпом выпить Ну, выпили стаканчик Подождали еще То есть вот Ну, литр воды выпить нужно Я вам расскажу Такой случай в своей жизни Значит Я после голодания Пошел принимать душ И душ принимал где-то час Я за этот час Поправился на 1 килограмм и 100 грамм Ничего не ел Просто обливался душем То есть Вот Но это после 5 дней голодания Сухого То есть кожа начинает впитывать Поэтому не рекомендуется Когда вы голодаете Не умываться Не чистить зубы Ну и так далее Потому что ваш организм Во время голодания Эту воду впитывает А голодание сухое Поэтому не рекомендуется Вообще к воде подходить Ну, может быть, это сложно Особенно для женщин Там посуду помыть Ну, как говорится Здоровье дороже Так, дальше Еще следующий момент Вот на это я хочу обратить Особое внимание Первая пища После голодания Обязательно должна быть Белковой, жидкой и жирной Но не растительной Почему? Потому что опять здесь Встает поджелудочная железа А это инерционный орган То есть вы начинаете питаться А поджелудочная железа В работу не включилась А вы начинаете пить соки и овощи есть А инсулина у вас нету Поэтому первой пищей Должна быть жирная пища Но не так, что прямо сало начали есть А в данном случае я пользовался Кисломолочными продуктами Я сам, допустим, изготавливал йогурт Я покупал закваску в аптеке И Виталия Очень прекрасная, вкусная штука На молоко Значит, делайте йогурт и питайтесь Значит, нужно примерно выпить Где-то полтора-два литра Ну, с расстановкой где-то Ну, с промежутком в два часа То есть вы грамм 200-250 Просто кваши это выпиваете Проходит два часа еще И так где-то полтора-два литра выпиваете У кого есть аллергии на кисломолочные продукты Можно выпить куриный бульончик Таким же образом Но пища обязательно должна быть жирной И кисломолочный продукт тоже был жирный То есть не надо полпроцента Надо брать три процента Чтобы он был жирный После этого Можете есть все, что хотите И сколько хотите Проверено на собственном личном опыте Не нужно играть там по 10 Вот супруга накладывала себе И я столько же себе Единственное, что я просил Чтобы моя пища была не соленой Не соленой А так никаких ограничений не было Дальше А? Значит, я голодаю так Значит, первые дни Я сейчас расскажу Просто времени нет Я хочу побыстрее Значит, хочу побыстрее Значит, я голодал так Когда я только начинал Я голодал так День через день Это где-то Поскольку надо начинать Каскад С новолуния Поэтому я 28 дней Это лунный календарь Лунный месяц 28 дней Поэтому я где-то дней 20 День через день голодал Потом отдыхал Недельку Потом следующий лунный месяц Я 2 через 2 Потом 3 через 3 Ну, благо я, говорит, на пенсии был Попробовал Но следующий год Следующий год Я начинал сразу с 5 дней То есть я уже организм почистил И я прям так Готовишься 2 недели Это ешь только чистую растительную пищу Потом 5 дней Не ешь, не пьешь 5 дней не пьешь Потом 5 дней ешь Потом еще раз 5 дней ешь, не пьешь И все То есть 2 раза по 5 дней В году Вот один раз подряд И все И еще, значит В дни, когда происходит Это активное питание Которое вы начинаете питаться Нужно не забывать заниматься Физической нагрузкой Упражнений Потому что ваш организм Начинает расти Клетки размножаться И чтобы они не были дряблыми Нужна нагрузка Это я так вкратце Потому что там долго Значит так Подробное объяснение методики Можно прочитать Вот в этой книжке В этой книжке Которую я уже указывал Либо вот я указываю Значит сайт Вот это мой сайт Значит Проза.ру Вот сверху Значит там подробно Описан этот метод Далее того Значит если кто хочет Ознакомиться с дневниками Моими голодания То есть я когда голодал Я в него ввел Подробнейший дневник Я мерил давление Вес Сахар в крови Даже мерил Ну правда Первый не мерил А последний Когда я голодал Я даже сахар в крови мерил Там были некоторые особенности И вот я вам Даю внизу Две ссылки Значит где можете Посмотреть дневник Как я голодал И что я в это время делал Я в это время Не просто голодал Я кирпичи Строил Таскал По 22 килограмма И строил фундамент Все заканчиваем Быстренько Вот мои фотографии Голодания Значит Второй день Третий Четвертый Пятый И вот после голодания Видите Уже фундамент построен То есть Я не просто голодал То есть Я не просто голодал Значит Да И вот видите Одно и то же место Вот начал Не было Потом колышки Пошли Потом Вот И вот Пожалуй Фундамент Это я так голодал Теперь значит Почему Вот еще раз Серьез Значит До голодания Слева После Справа Обратите внимание Вот эта справа фотография Это сразу после голодания Когда начинаете питаться То вот эти пятна Тоже проходят То есть Тут вот Слева Явно видно псыря Справа Там уже бледненько Но когда Это прям Когда вы закончите голодание Потом проходит Неделька Две Три И это тоже Вообще чистая кожа Вот Вот еще вам вариант Спина Это моя спина Сейчас раздеваться Нет Значит Вот Слева До голодания Справа После голодания И еще Это вот мой локоть Слева До голодания Справа После голодания И вот Пожалуйста Мой канал На ютубе Там кстати Есть видео Как я голодал Я там Размещал Значит Ну и мои Статки на портале Ру Там есть Значит, статья «Новый взгляд на здоровье человека», как раз я вот про это глотание пишу. Все, спасибо за внимание. А кому интересно, я сейчас дам визитки, пожалуйста. И есть еще интерес, я могу вот в четверг, в следующий четверг, Варшавка-77-корпус-2, на третьем варшаве, более подробно рассказать об этом лезвии. С 17.00 до 19.00. Желающие, прошу, расскажу больше. И напоследок, я не просто голодал, я биохимию делал, я ходил к врачу, я наблюдался у врача, меня фотографировала супруга. Я эти фотографии носил к врачу, вот, к сожалению, он уволился, точнее, его уволили. Я сейчас не могу с этим врачом связаться, но я ходил в кожный диспансер, и меня вот это все фотографировали, наблюдали, то есть это все было не просто так. Спасибо за внимание. До свидания.